Итак, мы с вами в студии программы подробностей. У нас в гостях Игорь Сергеевич Мартынов, заведующий Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Уж я вас так представлю вновь, Игорь Сергеевич, поскольку солидно звучит очень. Ну, что есть, то есть должность. Ну, понятно, что разговор, о чем у нас пойдет разговор. Я только лишь напомню зрителям, что 18 мая отмечается Всемирный День памяти умерших от этой болезни, от синдрома приобретенного иммунодефицита. И давайте мы тогда с вами начнем вот так вот. Ситуация в России, в Рязанской области сейчас вот в связи с этим заболеванием, синдромом. Ну, маленький экскурс. Впервые в 83-м году этот день начал отмечаться в России с 93-го года. То есть, напомнить, что такое заболевание есть, поддержать семью и тех, кто потеряли близких. Напомнить населению, что это все очень сложно. Ну и, наверное, правительству, что надо задумываться об этом. А теперь капит ситуации. Ну, Рязанская область находится не на первых, не в первых, далеко не в первых рядах слабого по этому заболеванию. В первых рядах такие регионы, сибирские, это Иркутск, да, Новосибирск, Урал, это там Кемерово. Там на 100 тысяч населения приходится около 700 ВИЧ-инфицированных. В основном там заболевание передается при употреблении наркотиков. А, вот так. Да, массивное употребление наркотиков. У нас другие цифры. У нас где-то 250 на 100 тысяч населения выявляется, вернее, количество на 100 тысяч населения выявленных. А все выявленных 3540. Да, из них в настоящее время на учете более 2,5 тысяч. То есть те, которые наблюдаются, кто необходимый получает лечение. А вообще-то в Центральном федеральном округе из 14 областей Россия находится на седьмом месте, ну, так бы в середине. На первом месте это Тверь, да, а на последнем месте это Липецк и Воронеж. В Твери 700 человек на 100 тысяч выявляется. А в упомянутых других областях, значит, около 50. Но у нас, вот я говорю, 250. Ну, там в зависимости от статистики вот такие. Понятно, наша позиция. Да, то есть средние позиции. Но могу сказать, что если в прошлом году было выявлено за весь период жителей, подчеркиваю, жителей Лизанской области 251 человек, то вот за первый квартал этого года 82 человек. То есть если экстраполировать, идет рост. Прибавка. Да, здесь более 10%. Ну, собственно, если брать данные федерального центра научного нашего, который занимается в Москве этой проблемой, то по всей стране, если сравнивать 12-й год уже, 13-й, тоже более 10% идет рост этого заболевания. А всего вообще-то выявлено 800 тысяч человек ВИЧ-инфицированных во всей стране. Ну, ученые мужи говорят, что надо умножать на 2 или на 3. А, ну да, официальная статистика отличается от реальной. Нет, статистика ведется хорошо. Не выявлено соотношение. Ясно. Ну, вот вы сказали, что Сибирь, где живут такие суровые сибирские мужики, как мы все знаем, и оказывается там большой уровень вот этой вот СПИДа, связанной с наркотиками. А у нас, вот в средней полосе Рязани, какой пункт? У нас начало заболевания, это 2000-е годы, вал наркотиков пошел с Украины. И молодые люди сразу, всплеск такой был, выявлялись сотни людей, заражались как раз при употреблении наркотиков. Начиная с 2003-2004 года на первую позицию уходит половой путь заболевания. И последние уже, можно сказать, даже 10 лет, может меньше, если можно брать суровые такие цифры, простые вернее цифры, где-то 65% вновь заразившихся это заражается половым путем, и, соответственно, оставшаяся часть это при употреблении наркотиков. Ну, если брать общее за все время наблюдения, то 52% того, что ведь те люди, которые заразились, то 52% в Рязанской области заразились при употреблении наркотиков, 52%. Но последний уровень вот так преобладает половый путь. Ясно. Кто больше, более всего подвержен вот этому вот риску заражения? Ну, наверное, вот эти группы риска и есть. Группы риска никто со счетов никогда не спрашивал, не скидывал. То есть, это в первую очередь люди, употребляющие наркотики, хоть мы говорим, что их меньше, но это на первый план. Те люди, которые, ну, свободно, так сказать, половой образ жизни ведут и не используют средства защиты, потому что при использовании защиты риск, в общем-то, близок к нулю, к передаче. Вот эти основные. Ну, я не говорю о тех, которых вроде как у нас официально нет, это ночные бабочки. То все же мы понимаем, да. Все такое прочее. Вот эти группы населения, которые в первую очередь подвержены риску заболеть ВИЧ-инфекцией. Ну, мы, в свою очередь, ведь как есть такое правило, постулат, осведомлен, значит, вооружен. Вот я всегда говорю, что если уж человек хочет совершить какой-то поступок, подумай, там, используй средства защиты, а уж наркотики, извините. Да. Вопрос от населения. Мы тут немножко подсобирали, но вопросы кое-какие. Может ли ВИЧ-инфицированная женщина родить здорового ребенка? Может, к вам вопрос? Нет, конечно, к нам, и ко мне, и к нашим специалистам. Конечно. У нас, я могу сказать, такая статистика. В прошлом году родов в 13-м было 68, в 12-м 56. То есть количество родов растет. И почему? Потому что мы не скрываем это, в общем-то, правильно, что ВИЧ-инфицированная может и должна родить здорового ребенка, но при определенных условиях. Эта женщина должна, когда она узнает о своей беременности, встать на учет не только в жеткую консультацию в нашем центре, если она знает, что она ВИЧ-инфицирована. И в определенный период должны быть назначены препараты. И если она регулярно, все пунктуально, соблюдая все правила, принимает, то риск родить больного ребенка снижается до 4 и даже до 2%. А сейчас, в общем-то, у нас, вот я буквально приехал с 4-го конгресса по ВИЧ-спиду стран Восточной Европы Азии, в общем-то, цель, эту цифру, в общем-то, к нулю приблизить. Даже возможно это. Возможно, но очень много компонентов. Мероприятия лечебные есть, но тут зависит уже конкретно от людей, от тех, которые будут употреблять, лекарства принимать или нет, обращаться к врачу или нет. Все от человека, прежде всего, зависит от самого. Еще вопрос. Как определить, что человек ВИЧ-инфицированный? Допустим, кто-то там засомневался, что-то он такое там совершил, и думает, а как бы мне вот это вот все узнать? Ну, сомнения, они должны быть, да. Ну, я могу сказать, что… Лучше бы избегать таких ситуаций. Ну, об этом, само собой, конечно. Сейчас не готов, как говорят. Да, если уже это произошло, через 3 месяца, чаще всего, у 95% возникают, если он заразился ВИЧ-инфекцией, появляются антитела в крови. Да? И можно определить ВИЧ-инфекцию, но только лабораторным методом. Внешних никаких признаков нет. Очень коварные. Да, никто не возьмется, что там, вот, пошел ВИЧ-инфицированный. Нет, это глупо, это невозможно. Прийти к нам или же в любое, в общем-то, лечебное учреждение, сдать кровь, в том числе анонимно. Ну, я не знаю, есть ли смысл анонимности, потому что мы врачебный метод строго соблюдаем, и это сведение никуда не уходит. И если человек уж заразился, он должен быть обследователем регулярно, и если необходимо, получать терапию. То есть, ну, я немножко дальше продолжу. Еще вот эти 5%, да, они в течение года могут появиться у них признаки инфекции, которые можно определить лабораторным путем. Последние 5%. Да, то есть, сдавать надо сначала через 3 месяца, а потом, если все отрицательно, и у человека всех, в общем-то, мы все говорим официально, до года надо сдавать регулярно кровь на анализы. Ну, и понятно, что вся информация и проведение обследования, это, наверное, прежде всего у вас тоже официально. Да, конечно, 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 у нас центр занимается этим. И, пожалуйста, если человек в какой-либо причине, значит, у него какие-то сомнения, или он просто хочет знать. Вы находитесь где? Улица Спортивный, дом 9. Это мы в структуре кожного минералического диспансера, государственного учреждения. Так что это пятый этаж, левое крыло диспансера. Большое вам спасибо. Вам спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город. Подробности». Всего доброго. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка, импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Редактор субтитров А.Семкин